Сохранить, не потревожив, воссоздать, не навредив. Кузнечный цех Кузнечный цех появился в Иванове вскоре после создания старейшей реставрационной мастерской «Иванова реставрация». Штат здесь небольшой, всего три человека, два кузнеца-реставратора и сварщик-сборщик. Но все вместе они выполняют колоссальную работу. Спектр изделий, которые здесь могут заготовить, необычайно широк. Это не только кованые ограды или двери, но и всевозможные элементы декора. Например, вот такие вот задвижки или колотушки. Михаил Лесников трудится здесь шестой год. Азы кузнечного дела постигал самостоятельно. Яблочко, баранка, валюта. Это рабочие названия декоративных элементов, которые Михаил делает с завидной легкостью. Словно они из пластилина, а не из металла. «Было интересно самому изначально научиться всему этому процессу. Понравилось по душе, поэтому решил остаться в этой профессии. И все это в свое свободное время, не считая семьи, посвятить своей работе любимой». Воссоздание любого утраченного элемента начинается с моделирования. На изготовление одного небольшого фрагмента может уйти несколько недель. «Бывает, не хватает некоторых элементов на изделии, а материал раньше использовался нестандартный, потому что вот сейчас по-современному уже есть квадрат проката определенного, а раньше не было таких стандартов. Там все было сделано вручную. И вот приходится, бывает, из наших современных материалов уже делать сначала заготовку под старину, а потом уже ее использовать для изготовления какого-то определенного изделия. Или элемента добавочного». На примере этой мастерской можно понять, как 200 лет назад создавали металлическое кружево. Конечно, прогресс не стоит на месте. В мастерской появляются новые инструменты, которые позволяют работать быстрее. Однако все здесь делают по старинке, вручную. «Стараемся все делать вручную, для того, чтобы передать истинную историческую ценность, чтобы передать историческую неровность, ту информацию, которая несет в себе памятник. Какими способами делали, чем делали мастера прошлого. Сейчас в основном идет штамповка, заводское изготовление. Оно, конечно, эту историческую ценность не передает. Она получается бездушная и немая». Каждый предмет, изготовленный или восстановленный в кузнечном цеху, мастер вкладывает в душу. Эти металлические двери после реставрации заметно преобразятся. Их очистят от старой краски, восстановят поврежденные фрагменты и сделают финишную отделку. Однако даже невооруженным глазом будет видно, где новодел, а где оригинал. Существует в реставрации такой принцип, как различимость, и специалисты обязаны ему следовать. «Должны быть видны следы реставрации, чтобы не обманывать потомков, не обманывать современников. Они должны понимать, где истинный, исторический, подлинный материал, и где материал современный, которым докомпоновали это произведение». Каждый реставратор-творец. Он должен обладать большим опытом и запасом знаний. Каждая работа оригинальна и неповторима, как причудливый узор металлической ограды. Сохранить, не подревожив, воссоздать, не навредив.